ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ссоры из-за санкций «Почему в ЕС» опасаются предложенных США ограничений против России. Камеры вместо рамок в Израиле ищут замену металлодетекторам у входа на Храмовую гору. Почему и это не устраивает арабов? Боевики обстреляли Зайцевым. Наемники открыли огонь по населенному пункту около 9 утра. Повреждены два дома. По предварительной информации, пострадавших нет. И сегодня же зону АТО посетил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Все подробности визита знает наш военкор Ирина Баглай. Впервые в Украине и сразу же поездка на Донбасс. При фронтовую Авдеевку специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл, чтобы лично понять, что происходит в зоне АТО. Первая встреча с жителями Авдеевки. Мы прекрасно знаем, откуда лететь. У нас остались там жилья. У нас остались там знакомые. И они рассказывают, откуда стреляют. Как выезжал на Спартак на мою улицу и било. У меня есть даже фотография. Сфоткали из-за моего дома, где я там жил. Бил там. Попадание в цей дом было 23,34 танковых выстрелов. Авдеевская девятиэтажка и соседний дом, окрещенный жителями города, разукрашкой. Как доказательство российской агрессии. Что случилось с людьми в этой квартире? А тут, наверное, не было никого. С крыши уже давно нежилого дома хорошо просматривается оккупированная территория, где проходит линия соприкосновения. Ситуацию Курту Волкеру объясняет Александр Хук. И там же, на крыше, специальный представитель США по урегулированию конфликта в Украине четко обозначает происходящее. Это не замороженный конфликт, это горячая война. Мы наблюдали эскалацию в этом году, и это очень опасно для людей. Мы видим много человеческих трагедий. Это необходимо остановить. После посещения Авдеевки Курт Волкер предоставит свои рекомендации, как остановить войну в Украине. Но прежде заявил о необходимости услышать и вторую сторону конфликта. При этом отметил, что для этого не нужно ехать на оккупированную территорию. Достаточно встретиться с представителем российской стороны, чтобы понять их стратегическую позицию. Наша цель – восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Эскалацию конфликта на этой неделе подтвердили и в миссии ОБСЕ. После восьмидневного патрулирования, проехав по обе стороны линии соприкосновения, первый заместитель главы миссии Александр Хук уверен, что боевые действия можно остановить на политическом уровне. На неконтролируемой территории мы сталкиваемся с агрессией. Нас ограничивают в том, что мы должны делать. Если с той и с другой стороны нас ограничивают, то делают это по одной причине. Они не хотят, чтобы мы увидели что-то и сообщили об этом. Из Авдеевки Курт Уолкер отправился в Киев, оттуда сразу в Европу. В Париже и Брюсселе у спецпредставителя США запланированы встречи с представителями Нормандской четверки, где на повестке снова Минские соглашения. Готовы ли Штаты предоставить Украине летальное оружие? Эту позицию до возвращения в Вашингтон Курт Уолкер озвучивать не захотел. Пока поддержка остается исключительно в дипломатической плоскости. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Жители Авдеевки до сих пор без воды. Из-за обстрелов спасатели не могут начать ремонт Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Хотя разрешение на проведение работ было получено и от Украины, и от России. Напомню, работа фильтровальной станции была остановлена из-за обрыва линий электропередач. Завтра состоятся переговоры лидеров Нормандской четверки. Президенты Украины, Франции, Германии и России пообщаются в режиме телеконференции. Тему предстоящего разговора на своей странице в Фейсбуке проанонсировал Петр Порошенко. Глава государства заявил, потребует немедленного прекращения боевых действий вдоль линии разграничения. В случае игнорирования условий пригрозил России усилением санкций. В США согласовали закон, который не позволит Дональду Трампу самостоятельно снимать санкции с Россией. Республиканцы и демократы достигли консенсуса в этом вопросе. И Палата представителей готова проголосовать законопроект уже во вторник. А вот Евросоюзу такие новости не понравились. Почему, расскажет Елена Абрамович. Американские санкции против России могут иметь непредсказуемые последствия. И Вашингтону следовало бы координировать свои действия со странами Большой Семерки. Такое заявление Еврокомиссии цитирует информагентство Reuters. Недовольство Брюсселя вызвано тем, что ограничения касаются и строительства газопровода Северный поток-2. Эта магистраль пройдет в обход Украины. От побережья России через Балтийское море до Германии. В проект уже вложили деньги ряд европейских компаний. Мы обеспокоены тем, что меры, которые обсуждают в Конгрессе США, могут иметь непредсказуемые последствия не только в вопросе трансатлантического единства, но и в вопросе экономической и энергетической безопасности ЕС. Санкции являются наиболее эффективными, когда они координируются. По мнению конгрессменов, согласованный законопроект – это ответ на вмешательство Москвы в американские выборы, а также военную агрессию в Украине и Сирии. Документ не только предусматривает ужесточение санкций, но и игнорирует правки от администрации Трампа. Американскому президенту не предусмотрели право самостоятельно отменять санкции. Трамп, конечно, все еще может наложить вето на законопроект, но, по словам экспертов, это только усилить подозрение о его поддержке со стороны Москвы. А вот отношение с ЕС документ все же может испортить, несмотря на формулировки о благих намерениях. США и дальше будут выступать против трубопровода «Северный поток-2», учитывая его негативное воздействие на энергетическую безопасность Европейского Союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине. Авторы законопроекта рассчитывают на экспорт американских ресурсов в Европу. Европейские энергетические компании не хотят видеть на рынке ЕС дорогой американский сжиженный газ. Впрочем, бизнес страдает от сделок с Россией не впервые. Недавно разразился скандал вокруг турбин компании «Сименс». Немецкий концерн договаривался продать их для проектов на «Тамане», но турбины были замечены в аннексированном Крыму. Теперь «Сименс» намерен идти в суд. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала «Интер». Басманный суд Москвы заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам Вадима Примачка. Их обвиняют по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности». Напомню, они расследуют дело о госизмене Виктора Януковича. Заочно арестованным уже пообещали выделить охрану в Украине. Об этом написал на своей странице в Фейсбук главный военный прокурор Анатолий Матиус. По его словам, в России знают адреса и личные данные прокуроров. Под прицелом российской Фемиды оказались еще двое украинцев. Тот же Басманный суд тоже заочно арестовал бывшего исполняющего обязанности генпрокурора Олега Махницкого и его первого зама Николая Голомшу. В самой Москве сегодня состоялся марш протеста. Тысячи людей вышли на улицы под лозунгом «За свободный интернет». Очередной сюрприз для россиян приготовила Госдума. Перед тем, как уйти на каникулы, депутаты приняли закон, благодаря которому можно будет отслеживать каждый шаг пользователей в интернете. А именно, мониторить сообщения в соцсетях, которые будут привязаны к сим-картам в телефоне. А их, согласно закону, без паспорта купить нельзя. Любые подозрительные ссылки и сообщения автоматически будут выдавать все личные данные отправителей и получателей правоохранителям. В Госдуме мотивировали новые ограничения борьбой с терроризмом. Участники акции протеста считают, что это цензура. Я вышел за свободу слова, за свободу интернета. Это наши идейные свободы. Я считаю, что нужно выходить за любую свободу. А интернет – это в нашей стране одно из последних мест, где еще можно более-менее выразить свободно свое собственное мнение. Правда, мы уже видим то, что даже его зажимают. Задача идет в том, чтобы снизить образованность, информированность населения. И тогда населению можно внушить все, что угодно. Что они самые умные, что они самые читающие, что это самые лучшие нации в мире. Хотя, на самом деле, она просто глупеет от этого. Ликвидировать лидера ИГИЛ помешала газетам. И не какая-нибудь, а The New York Times. Обвинение на авторитетное издание посыпалось от самого президента США, Дональда Трампа. На своей странице в Твиттере он написал, цитирую, «Провальная The New York Times сорвала попытку США убить одного единственного и самого разыскиваемого террориста Аль-Багдади». Газета уже обратилась в Белый дом с просьбой уточнить, какую именно публикацию имел в виду Трамп и в чем суть обвинений. Напомню, 16 июня Россия заявила, что уничтожила 300 боевиков ИГИЛ в Сирии, среди которых и Аль-Багдади. Но неделю назад Пентагон опроверг информацию о его ликвидации. Война с Северной Кореей возможна. По крайней мере, такие заявления уже звучат в Вашингтоне. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд предупредил, что такой вариант абсолютно реален и американцы должны быть к этому готовы. На Пхеньян пока пытаются воздействовать лишь с помощью санкций за развертывание ядерной программы и испытания баллистических ракет. Но несмотря на экономическое и дипломатическое давление, КНДР продолжает провокации на Корейском полуострове. Ситуация в Израиле продолжает накаляться. Все попытки властей утихомирить страсти вокруг Храмовой горы успеха пока не принесли. Продолжаются столкновения арабов и военных. С последними новостями из горячей точки наш корреспондент Сергей Услендер. Израильские власти решают, что делать с металлодетекторами, установленными при входе на Храмовую гору после теракта. Предложили убрать рамки, но установить там камеры видеонаблюдения это тоже не устроило арабов. Они заявляют, что не потерпят никаких проверок при входе в мечеть Алякса. Обстановка явно накаляется. Ни одна из сторон не хочет идти на уступки. Израиль говорит, что никаких препятствий для входа в мечеть нет ни для кого, а рамки лишь для безопасности самих молящихся. Тем временем усиливается международное давление на еврейское государство. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что нужно соблюдать права человека, а Махмуд Аббас, лидер палестинской автономии, сказал, что полностью разрывает все отношения с Израилем. Но власти поддаваться давлению не хотят. С самого начала событий я провел серию встреч и оценок ситуации со всеми органами безопасности, в том числе на местах. Мы получаем от них самые последние данные, а также рекомендации. Делаем все, что нужно, решительно и ответственно. И мы будем продолжать это делать для обеспечения безопасности. В арабских кварталах Иерусалима и на палестинских территориях продолжаются стычки арабов и силовиков. Среди палестинцев уже шестеро погибших. Пострадали десятки сотрудников полиции и солдат. Сегодня впервые за долгое время по территории Израиля из сектора газа была выпущена ракета. Она разорвалась на пустыре, никто не пострадал. Армия пока ответных действий не предпринимала. И сегодня же хоронят жертв теракта. Накануне араб в одном из еврейских поселений ворвался в дом, ножом убил трех человек и тяжелые ранения получила еще одна женщина. Сам араб был схвачен. Его родители заявили, что гордятся своим сыном. Во всем виновата оккупация. Власти тем временем собираются снести дом, в котором жила семья убийцы. И часть министров правительства требуют для террориста смертной казни. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Авиация Башара Асада нанесла шесть авиаударов в районе Дамаска. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правозащитные организации. Информации о жертвах и раненых пока нет. В правительстве Сирии об авиаударах ни слова. Буквально накануне в Египте после переговоров с сирийской оппозицией подписали соглашение о перемирии в четырех регионах Сирии. В том числе и в Восточной Гуте, по которой сегодня и нанесли авиаудары. В Киевской области правоохранители нашли тайник с боеприпасами. Его обнаружили в заброшенном доме в селе Войтово. Два заряженных РПГ-22, два РГД и почти три тысячи патронов. Владелица дома живет за границей. Ее безработная и предприимчивая. Соседка нашла этот арсенал и решила сдать его на металлолом. Когда принесла боеприпасы домой, муж вызвал полицию и указал на место находки. Трагическое ДТП под Киевом. Пять человек погибли на месте. Все жители села Пшеничное Васильковского района. Среди них трое несовершеннолетних. Об этом сообщают нацполиции. Авария произошла около пяти утра. Машина слетела в пювет и врезалась в дерево. За рулем был 17-летний парень, который взял машину у отца. Среди погибших пассажиров и сын главы сельсовета Пшеничного Артем Мусиенко. Ему было 16 лет. О причинах аварии в полиции пока не говорят. Проводят экспертизы. Очередной случай ботулизма. В Харькове 22-летняя девушка отравилась вяленой рыбой. Ее в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом ботулизм. Мать заболевшей рассказала, что вечером 21 июля ей позвонила дочь и пожаловалась на плохое самочувствие. В больнице состояние девушки ухудшилось. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Она отравилась вяленой рыбой, которую предположительно купила в одном из магазинов города. Ей ввели сыворотку от ботулизма. Препарат доставили из столицы. В полиции открыли уголовное производство по статье «Нарушение санитарных правил». Практически сразу была переведена на искусственную вентиляцию легких в связи с тем, что страха страдали функции внешнего дыхания. Сейчас состояние сохраняется тяжелое, стабильное. Проводится искусственная вентиляция легких. Напомню, в Украине уже зафиксировано 90 случаев заболевания ботулизмом. 9 заболевших умерли. За массовое отравление детей в Бердянском лагере наказали пока лишь чиновников из Днепра. От работы отстранили главу департамента судзащиты Людмилу Козловскую и начальника управления по работе с участниками АТО Сергея Зверком. Уволят их или нет, станет известно после проверки. Напомню, детский лагерь «Лазурный», который, как оказалось, работал без разрешительных документов, выиграл тендер в Днепре на оздоровление 500 детей. Это обошлось местному бюджету дороже 3 миллионов гривен. Первый заезд 245 детей прибыли в лагерь 11 июля. На 8-й день отдыха начались жалобы на плохое самочувствие. Более 30 отдыхающих попали в больницу. Массовым отравлением детей занялась полиция. Открыли уголовное производство. Купить завод за 34 миллиона гривен решили власти Ивано-Франковска. Говорят, деньги на весьма дорогую покупку без проблем отыскали в городском бюджете. Зачем городу убыточное предприятие и что с ним собираются делать, расскажут наши корреспонденты. Локомотиво-ремонтный завод – одно из старейших госпредприятий в Ивано-Франковске. Из-за убытка в этом году Кабмин выставил его на торги. Стартовая цена – почти 34 миллиона гривен. Покупатель нашелся сразу в Ивано-Франковский горсовет. Такую идею подал городской голова. Ее поддержали депутаты. Правда, не все. Например, Адриан Волгин не понимает, откуда город возьмет такие деньги. Их и так не хватает даже на решение текущих проблем. Где мы закроем дырки, где мы найдем, например, обладнание в лекарне. Как мы сможем подвищивать заработную плату работникам коммунальных предприятий, если мы все хотим скупировать. Не в восторге от такой инициативы и большинство горожан. Своё недовольство люди выражают в соцсетях. 34 миллиона – это только часть суммы, которую придется выложить городу, говорят эксперты. Ведь по условиям конкурса будущий владелец завода должен не только сохранить его, но и полностью модернизировать. А это еще как минимум 100 миллионов гривен. К этому нужно добавить и 15 миллионов долгов, которые успело накопить предприятие. Но мэр города уверяет – все это учли. Капиталы вложения в несколько миллионов за год вряд ли смогут исправить ситуацию, уверена руководство завода. Ведь предприятие находится в катастрофическом состоянии. Запустили его полтора века назад. И сегодня все здесь и морально, и физически устарело. На данный час предприятие ремонтует и дает послуги с ремонтом радянского хлама, будем так сказать. Потому что, чтобы вывести предприятие на новый уровень, нужна модернизация полностью, полностью всех цехов. Поэтому сказать про частную модернизацию 2-3 миллиона в год – это не реально. Но будут ли вкладываться даже эти средства, директор завода сомневается. Он уверен, цель покупки совсем другая. Предприятие находится в центре города и занимает территорию почти 10 гектаров. Тем временем в фонде госимущества отказались признать победу в торгах за Ивано-Франковским горсоветом, поскольку тот был единственным покупателем. И назначили повторные торги на 22 августа. Мэрия к ним уже готовится. Кстати, локомотиворемонтный завод – не единственный объект, который горсовет хочет сделать коммунальной собственностью. На этой неделе мэр сообщил, что город готовится взять под свое крыло еще и местный аэропорт. Елена Митясова, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности – телеканал «Интер» Ивано-Франковская область. Цирки и киностудии уйдут с молотка. Минэкономики решили устроить скультурную распродажу. Список всех объектов опубликовали на сайте. Среди прочего, отдадут в частные руки национальный цирк и шесть областных – Запорожье, Харькове, Днепре, Одессе, Кривом Роге и Львове. Также выставят на продажу знаменитую киностудию Довженко в студии хронико-документальных и анимационных фильмов. Такое решение правительство приняло 4 июля. В общем, хотят за три года продать почти 900 госкомпаний. Король бельгийцев получил главный приз Одесского кинофестиваля по результатам зрительского голосования, гран-при отдали комедии, совместной работе Джессики Вурдвард и Петера Броссенца. Фильм о вымышленном герое Николасе Третьем, который во время визита в Турцию узнает о распаде своей страны. Из-за бури отменены все рейсы, и король не может вернуться на родину. И тут у него начинаются приключения. Всего в этом году соперничали 12 фильмов из разных стран мира, в том числе 6 украинских полнометражных картин и 17 короткометражек. Неизвестное ранее фото принцессы Дианы накануне 20-й годовщины ее гибели опубликовали в Великобритании. Архивы королевской семьи открыли для создания документального фильма о жизни принцессы. Больше расскажет Алексей Пшумыский. Она всегда говорила мне, можешь дурачиться, что есть силы. Главное, не попадись. Она позволяла нам все. Часто, когда мы играли в футбол, приходила и подкладывала конфеты нам в носки в раздевалке. Впервые с момента ее гибели в 97-м принце Вильям и Гарри открыто рассказали на камеру о той принцессе Диане, которую знали только они. Думаю, нам удалось показать, какой Диана была для своей семьи. Наши дети видят нас так, как никто другой. Именно так свою мать видели Вильям и Гарри. Больше всего меня поразили их рассказы о ее чувстве юмора и любви к шалостям. Самая фотографируемая женщина 20-го века. Дома Диана из монаршей особы превращалась в совершенно другого человека. Наша мать просто была ребенком, который любит дурачиться. Однажды Диана подшутила на 13-летним принцем Вильямом, попросив встретить его после школы супермодели Сидни Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Мальчик ужасно смутился и от волнения едва не упал с лестницы. Меня всегда поражало то, сколько при этом ей удавалось сделать. Благодаря ей общество перестало клеммить позором больных ВИЧ. Ее борьба против использования противопехотных мин, забота о бездомных. Часто это делалось под шквалом критики со стороны политиков и газет. Почти все свободное время Диана посвящала благотворительности. Именно она, первая из монаршей семьи, посетила госпиталь для носителей ВИЧ. Тогда СПИД считали в обществе позорной болезнью. А это фото, где Диана пожимает руку, такому пациенту без перчатки облетела весь мир. Ее выходки и завораживающая улыбка сделали Диану любимицей публики и фотокамер. И эта любовь в итоге стоила ей жизни. Когда 30 августа 1997 года, скрываясь от погони папарацци, ее автомобиль врезался в колонну туннеля в Париже. Несмотря на скандалы, сопровождавшие все годы брака Дианы с принцем Чарльзом, в итоге закончившегося разводом, здесь, в Великобритании, ее обожали. И даже сегодня, 20 лет спустя, Диану тут называют народной принцессой. Из Лондона Алексей Пшимыский, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Православный мир сегодня отмечает День памяти преподобного Антония Печерского, основателя одноименного монастыря и монашества на Руси. В честь христианского праздника в Киево-Печерской лавре провели праздничную литургию, а также пресный ход к ближним Антониевым пещерам. Там отслужили молебен. На праздновании были представители не только Украинской Православной Церкви, но и зарубежные архиереи. Гости отметили, что кроме празднования приехали помолиться о мире в Украине. Сегодня, с календаря, 23 липня, мы святкуем День памяти преподобного и благословения нашего Антония Печерского, основника нашей святой Киево-Печерской лавры и основника всего русского чернества. И мы очень рады, что с нами сегодняшний святой разделяют представители поместных православных церков. Это для нас особый такой случай, когда представители православных церквей свидетельствуют о единстве, вере в служение. И это радует весь православный мир. Мы молимся за процветание Украины и для единения народа. В США спустили на воду самый большой и самый дорогой авианосец в мире, а в Белом доме разгорелся скандал из-за кражи холодильника. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Самый большой и самый дорогой авианосец в мире Джеральд Форд спустили на воду на восточном побережье США. На торжественной церемонии присутствовал американский президент Дональд Трамп. Строительство этого мегакорабля началось в 2009 году и обошлось Соединенным Штатом в 13 миллиардов долларов. На авианосце будут служить 5000 человек, члены экипажа и авиагруппа. Американские власти планируют построить еще 10 таких гигантских судов. В Белом доме разгорелся скандал из-за кражи холодильника. Оказалось, что ушедший в отставку пресс-секретарь Шон Спайсер забрал холодильник у подчиненных. Об этом написала газета Wall Street Journal. Сначала он попросил сотрудников подарить ему холодильник, однако, получив отказ, решил просто взять его с собой. Он дождался заката и вынес мини-холодильник самостоятельно, сообщили свидетели. Сам Спайсер эту ситуацию не комментирует. В Тихом океане нашли мусорный остров размером с Францию. Оказывается, все отходы, которые выбрасывают люди, собираются в одном месте. В том месте гигантское мусорное пятно, где плавают миллионы тонн пластика, обнаружили в южной части океана. Ученые забили тревогу. Это очень опасно для рыб и птиц. Остров из мусора сформировался буквально за несколько лет. Индийский музыкант семь часов подряд играл на гитаре, пока хирурги делали ему операцию. 37-летний Абхишек Прасад страдал от так называемой музыкальной дистонии, непроизвольного спазма мышц во время игры. Помочь музыканту взялись в городе Бангалоре. Медики под местным наркозом просверлили мужчине череп и при помощи электродов прижгли пораженные участки головного мозга. Во время операции мужчина находился в сознании, а на инструменте играл, чтобы врачи обнаружили проблемные участки мозга. Фанатам Pokemon Go выплатят компенсации за сорванный фестиваль. Популярная игра за год принесла своим создателям более 1 миллиарда долларов. И они решили это отметить. Организовали фест в американском Чикаго, на который приехали около 20 тысяч человек из разных стран. Игроки заплатили по 20 долларов за билеты, рассчитывая поймать самых редких покемонов. Но праздник неожиданно закончился провалом. Люди просто не смогли получить доступ к приложению. Разочарованных фанатов успокоили. Им всем вернут деньги за билеты и дополнительно дадут по 100 долларов в виде игровой валюты. В Майами на аукционе продали картины, написанные шимпанзе Майкла Джексона. Рисунки любимца короля поп-музыки ушли за 3700 долларов. У обезьяны по кличке Bubble свой неповторимый индивидуальный стиль, говорят критики. Все вырученные от продажи деньги пойдут на благотворительность, а именно на новый центр для приматов во Флориде. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте подробностей UA, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok